Добрый день! Кто-то уже подключился, я вижу. Подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? Видно ли плюсики? Отлично! Давайте еще пару минуточек подождем и начнем. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Так, немножко темновато, но ничего, все слышно отлично. Давайте, может быть, буквально еще минуточку, и я начну. Так, отключим телефон, чтобы нам ничего не мешало. Все отлично! Добрый день! Какая реновация была произведена в отеле. И по ходу презентации, если будут вопросы касательно того момента, про который я рассказываю, то сразу же отвечу. Если что-то другое, то в конце презентации отвечу на все ваши вопросы. Поэтому пишите. Если не увижу, то в конце в любом случае отвечу. Отвечу. Хочу начать презентацию с того, да, что Pine Beach Belieck, все-таки напомню, потому что до сих пор поступают вопросы. Pine Beach Belieck, бывшее название, Maritime Pine Beach Resort. Почему мы поменяли название? Владелец отеля остался без изменений. Руководство отеля осталось то же самое. Maritime – это немецкая цепочка отелей, у которой у нас был контракт на использование бренда Maritime, контракт франшизы, который закончился и который мы решили больше не продлевать. Только поэтому мы вернулись к прошлому названию Pine Beach Belieck, оставив всю концепцию прежнюю семейного детского отдыха, ну и не только, о котором я сейчас более подробно, конечно же, расскажу. Pine Beach Belieck находится всего в 30 километрах от аэропорта Анталии. Это буквально полчаса, может быть, на машине проехать. Очень удобно на трансфере, короткий трансфер. Это первая береговая линия, большая, красивая, зеленая территория, которая буквально утопает в соснах. Pine Beach Belieck – это пятизвездочный отель. Цена, качество отель для семейного отдыха, для отдыха с детьми и не только. Как я уже говорила, хочу отметить такой момент, что некоторые агенты думают, что все отели, которые находятся в Belieck, это отели лакшери сегмента. Это не так. Наш отель себя не относит к сегменту лакшери, к делюкс. Но Pine Beach Belieck – это хорошая твердая пятерка, цена, качество, где вы можете быть уверены за хороший отдых ваших туристов. Итак, сразу хочу начать с хорошей новости, с реновации нашего отеля. Вообще мы работаем 12 месяцев в году. В этом году в декабре мы закрывались на реновацию, на месяц. Сделали основную часть – это ресепшн и лобби была реновация. И потом где-то еще до конца марта параллельно велась также реновация а-ля карт ресторанов. Сейчас обновленный ресепшн, лобби. Это тоже лобби-зона. Внизу, может быть, кто помнит, где у нас был небольшой фонтанчик. А-ля карт рестораны. Напомню, что у нас три а-ля карт ресторана, два а-ля карт ресторана у нас внутри. И один а-ля карт ресторан снаружи, который сейчас на фотографии. Это снэк-бар, сделан такой в греческом стиле, стиле таверны. Днем работает как снэк-бар, в вечернее время работает как рыбный а-ля карт ресторан. В прошлые выходные у нас приезжали фотографы. Была съемка видео новых помещений, поэтому я думаю, что в ближайшие 10-14 дней уже будут живые фотографии, которые мы с вами поделимся с туроператорами на нашем телеграм-канале и в социальных сетях. То есть сейчас пока макеты, но в ближайшее время будут живые фото. Давайте сейчас более подробно перейдем к отелю, к информации об отеле и концепции. Подскажите, пожалуйста, видно ли мою указку? Надеюсь, что видно. Как вы видите, да, спасибо. Территория отеля немножко вытянута. Территория отеля 118 тысяч квадратных метров. Действительно очень большая, зеленая. Вот можно видеть на карте, да, много-много-много деревьев в наличии. Когда это вообще билет, если, может быть, кто-то не знал, это был сосновый заповедник, на территории которого разрешили строить отели. Когда наш отель строили в 2001 году, владелец отеля попросил максимально сохранить природное богатство, это красоту. Да, конечно, где основной корпус, нам пришлось вырубить какое-то количество деревьев. Но остальные части бунгала, допустим, если кто-то у нас ходил по территории, кто-то был, то в норме вещей увидеть дерево на балконе, либо в входе в корпус, дерево на террасе, в ресторане. То есть строили так, чтобы максимально сохранить природную красоту. Также у нас большое количество апельсиновых деревьев, цитрусовых, мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы. Сейчас как раз они потихоньку начали цвести, и это очень вкусно, очень красиво. И осенью, конечно же, прямо можно с дерева срывать мандарин и апельсин и наслаждаться его сочным вкусом. Все собранные мандарины и апельсины идут на буфет в основной ресторан. Вернемся к схеме отеля. Мы предлагаем для наших гостей два варианта размещения. Основной корпус большой пятиэтажный, вот так вот, да, галочкой, скажем, вот здесь вот расположен. И есть клубная часть, она вот так вытянута по территории, которая состоит из корпуса Club Main Building, вот здесь вот он на схеме, небольшой четырехэтажный корпус, и 13 блоков бунгало, которые вытянуты по территории. Бунгало одноэтажное, двухэтажное. Они именно блоки. В каждом блоке от 12 до 20 номеров. То есть это не отдельно стоящие виллы, домики. Это именно блоки. Всего 11 типов номеров. Дальше я расскажу более подробно о самых основных, по которым много бывает вопросов. Хочу обратить ваше внимание, что когда вы бронируете номер категории Main Building, да, там неважно, это Garden, UC Site, UC View, Main Building, Family Room, то номер может быть расположен либо в этом корпусе, либо в Club Main Building, то есть в одном из основных корпусов. Когда вы бронируете номер с приставкой Club, это может быть Club Standard, Bay Window, Family, клубные номера, то значит, что номер может быть расположен с первого тире по тринадцатый блок. То есть все номера разбросаны по территории. Когда вы спрашиваете, какие номера расположены ближе в первых блоках, там есть и Club Standard, и Club Standard, и Window, и Club Family. Поэтому, когда бронируете номера, пожалуйста, предупреждайте гостей, что номер может быть как и в первом блоке, так и в самом последнем тринадцатом блоке. Чтобы вы понимали, какая большая территория, от самого последнего тринадцатого блока до моря 900 метров. Для тех, кто любит утренние, вечерние пробежки, просто прогулки по прекрасному саду, прогулочки с колясочками, с детьми тоже идеальное место, то все хорошо. Если гости не любят ходить пешком, да, может быть, какие-то проблемы с ногами, еще что-то, то по территории отеля курсирует шаттл. Как только у нас хотя бы наполовину заполняется зона бунгало, то сразу начинает курсировать шаттл с восьми утра до девяти вечера без перерыва, который идет, да, вот так по территории клубной, подъезжает к ресторану, разворачивается, идет к аквапарку, к мини-клубу, разворачивается и обратно едет. То есть он ходит по одной траектории. На территории отеля есть такие небольшие остановочки, где можно подождать шаттл в тени, ну, буквально там, наверное, круг занимает пять минут у шаттла по отелю. Аквапарк и мини-клуб у нас расположены вот в этой зоне отеля. Здесь также есть снэк-бар и бар. Конференции, залы, всего у нас их три. А, В, С, холы, всего 23 конференции. Самый большой зал, который расположен в Бэй-холле, вмещает до трех тысяч человек. Поэтому, если у кого-то есть какие-то группы, конференции, тоже, пожалуйста, имейте в виду. Два основных ресторана расположены у нас вот здесь. Они соединены общей террасой. Снэк-бары, а-ля-кад рестораны также расположены здесь. Основная часть бассейнов, павильоны, пляж расположены в этой зоне. То есть, можно сказать, что основная инфраструктура отеля расположена перед пляжем. Теннисный корт у нас расположен вот здесь один возле основного корпуса и один здесь. Также здесь мини-футбольное поле. И есть тоже часто вопрос, так как семейный отель, есть ли какая-то отдельная зона, релакс-зона, куда не пускать с детьми. Но официально эта зона только одна, да, в спа-центре, в одном из спа-центров, куда не пускать с детьми, для того, чтобы гости смогли отдохнуть, провести процедуры и отдохнуть. Но здесь вот у нас расположен ботаник-бар и бассейн. Так как в основном гости с детьми отдыхают либо на море, либо по парке, то эта зона действительно всегда бывает более тихо, более спокойно. Поэтому гостям также можно рекомендовать ее предлагать. Сейчас мы более подробно пройдем по каждому нашему пунктику. Скажем так, вот так выглядит зона бунгало. Видите, да, это не отдельные домики, а это именно блоки. Действительно красивая зеленая территория. Так выглядит корпус Club Main Building. Это небольшое четырехэтажное здание. По номерам. На фотографии Club Standard Room – это первая категория номера, которую вы видите в поиске тура. Реновация в клубных номерах у нас была зимой 2018-2019 года. В серии все номера прошли реновацию. Последующая реновация номеров планируется на следующий год. В этом году уже зимой получается. Если все будет в порядке. А так косметический ремонт, конечно, проводится каждый год после окончания высокого сезона. Club Standard Room – 34 квадратных метров. Номера у нас просторные, большие. Здесь максимальное размещение 2 плюс 1. В каждом стандартном номере будет либо одна двуспальная кровать, либо две односпальные кровати. На третьего, либо на четвертого человека в других стандартных номерах будет доставляться экстра бет. Тоже обратите внимание на этот момент. То есть три полноценных кровати в номере, получается, не будет. Если дети большие, да, бывают подростки, высокие, под 2 метра. Экстра бет, она буквально, может быть, на сантиметры в 15 покороче, чем основная кровать, но тоже комфортная, удобная, с полноценным матрасом. Но все же также имейте в виду. В каждой категории номера, вне зависимости от типа номера, халаты, тапочки, чайный набор, сейф, мини-бар, пополняется вода, софт-дринкс, пиво, детское молоко, детские пакетированные соки ставятся, что-то сладкое, да, какие-то, может быть, печеньки, шоколадки и что-то соленое. Пополняется каждый день. Уборка в номере каждый день, смена постельного белья и полотенец раз в три дня. Мы стараемся все-таки сохранять природные ресурсы и надеемся, что гости поддержат нас в этом. Следующая категория номера, по которой очень много бывает вопросов, Club Standard Room Bay Window. Что это такое? Необычное название. В этом номере вы видите дополнительно, да, здесь не видно на фотографии, но здесь есть также балкон, то есть большое балконное окно и есть вот такая ниша. Здесь два небольших окна с этой стороны и с этой стороны есть. На фотографии не видно, где расположен небольшой диванчик. Диванчик небольшой, он не раскладывается, можно убрать подушки, застелить. Наверное, поместится ребенок лет до 10, в зависимости от комплекции ребенка, конечно. Здесь уже максимальное размещение 2 плюс 2 за счет диванчика. То есть можно два взрослых и двух детей. Одного на диванчик, для второго поставить экстра бет. То есть все отличие номеров Club Standard и Club Standard Room Bay Window, это в наличии вот этой ниши и диванчика. И такой момент, что Bay Window расположены только на вторых этажах. Имейте, пожалуйста, в виду, Club Standard Room Bay Window расположен на вторых этажах. Club Standard Room есть и на первом, и на втором этаже. Есть номера без коврового покрытия. Сразу на вопрос отвечу. Во всех номерах и в основном корпусе Бунгало у нас ковровое покрытие. Ковровое покрытие антиаллергенное, поэтому даже гости с аллергией спокойно у нас отдыхают. Есть у нас постоянные гости, которые переживали по этому вопросу, когда мы делали реновацию в 17-19 годах. Но они до сих пор приезжают, и все в порядке. Воды ставят четыре маленькие бутылочки. Но, естественно, если нужно будет дополнительно, можно попросить, либо в баре взять в бутылках. То есть это не вопрос. Дальше идем. Main Building Standard Room. Есть Garden View. Есть Seaside и есть Seaside Seaview. В чем отличие? Так как деревья растут каждый год, они становятся все выше и выше, номеров с видом на море с каждым годом у нас становится меньше. Для того, чтобы разделить эти номера, потому что если вы бронируете номер Seaside, то это значит, что номер расположен в сторону моря, но море может быть невидно, потому что может быть дерево, которое загораживает вид на море. Когда вы будете бронировать Main Building Site Seaview, тогда море будет видно, боковой вид на море. Фронтовый море, вида на море практически нет. То есть есть всего несколько номеров, номеров, которые ближе расположены к морю, но так как их всего несколько, мы отдельно данную категорию не выделяем. Номера в основном корпусе стандартные больше, чем клубные по площади. Здесь максимальное размещение 3 плюс 1. То есть берут вот эти кресла, допустим, и будет доставлен 2 экстра бет. Еще одна интересная категория номера, которая называется Classic Plus. Что она из себя представляет? Когда вы бронируете Classic Plus, то это по сути Main Building Standard Room Seaside. И плюс стоимость номера включен в павильон на весь период проживания, кроме дня выезда. Что из себя представляет павильон? Как вы видите на фотографии, да, это отдельный деревянный домик, где большой диван буквой П. Есть телефон для вызова батлера, обслуживание батлера с 10 утра до 6 вечера. Есть сейф, мини-бар, розетка, мини-бар и сейф, розетка, мини-бар, телефон. Очень удобно для отдыха с детьми, особенно для тех, кто еще спит днем, да, для того, чтобы не возвращаться в номер, не тратить драгоценно 2-3 часа отдыха. Можно уложить ребеночка прямо на диванчик, так как павильон расположен вдоль моря, то там всегда морской вир, морской бриз, не так жарко, как, допустим, у бассейнов. Поэтому ребеночек спится хорошо, и при этом, допустим, дети постарше могут играть, да, мама может загорать, читать, попивать коктейльчик и при этом видеть своего ребенка. Действительно очень удобно. Ну, как беседка, как шатер, скажем так, ну, видите, он закрыт, из крыши есть шторочки, то есть у каждого павильона стоит два шезлонга, зонтик, вообще павильон рассчитан один на четверых человек. Если гости бронируют любую другую категорию номера, то тогда павильон можно приобрести на месте в отделе по работе с гостями. В этом году в летний сезон павильон будет стоить 70 евро в день. Если апрель и конец сезона, да, где-то уже конец октября, ноябрь, то павильон там идет со скидочкой 45 евро в день. В зависимости, цена может расти в зависимости от спроса. Самое близкое размещение до моря. Кому нужен номер ближе к морю, все-таки рекомендую бронировать тогда номер в основном корпусе, потому что это будет ближе, так как бунгало, по сути, несколько блоков бунгало, они ближе, чем основной корпус. Но так как я вам говорила, да, что у нас нет гарантии, какой это будет блок, если гости приедут, хотят ближе, будут свободные номера только там, не знаю, там в восьмом, в десятом, в последнем, в тринадцатом блоке, чтобы гостей не расстраивать, может быть, да, лучше сразу бронировать номера в основном корпусе, либо просто объяснять, что по возможности, если будут свободные номера в ближайших корпусах к морю, то, конечно же, мы туда гостей поселим. Дальше по номерам. У нас есть семейные номера в основном корпусе, семейные номера в бунгало, есть делюкс-сьют в основном корпусе, все семейные номера двухкомнатные, во всех семейных номерах есть межкомнатная дверь, а делюкс-сьют – это большой номер с террасой 180 квадратных метров, то есть различные варианты для семейного размещения также у нас присутствуют. Пляж в отеле песчаный, протяженность 200 метров, широкий, песчаный, пологий вход в море, песок и узкая полоса гальки. Галька очень мелкая, поэтому даже гости с инфантами, с маленькими детьми спокойно входят в море, за это не переживайте. На территории отеля у нас восемь бассейнов, бассейнов, сейчас мы рассмотрим одни из, да, с левой стороны вот этот бассейн у нас наполняется морской водой, на фотографии с правой стороны полуолимпийский бассейн тоже наполняется морской водой, сейчас мы их посмотрим поближе. На фотографии два бассейна, и взрослый, и детский наполняются морской водой, И информация по подогреву бассейна. Вообще вот эти два бассейна, они имеют подогрев. Мы их подогревали в прошлом году, в октябре, в ноябре. В этом году должны были включить также подогрев. Если кто-то подписан на наш телеграм-канал, он видел новость по поводу подогрева бассейна. Но, к сожалению, в связи с последней ситуацией в мире, насколько вам известно, у нас сейчас много гостей не смогли приехать. Действительно, прямо очень большое количество резерваций было аннулировано. Сейчас потихонечку стали бронировать, бронировать. Европа бронируется. Поэтому сейчас бассейн не включен. То есть подогрев не включен. Но планируем в ближайшие дни уже его включить. Для тех, кого важна информация, позже в презентации будет ссылка на телеграм-канал. Поэтому вы сможете подключиться и отслеживать информацию. Либо написать мне, и я вам точно уже скажу. Планируем ближайшие даты. Поэтому, как будет информация, также для вас сообщу. Есть детская зона в бассейнах и есть, вот как здесь, отдельный детский бассейн. Еще поближе, да, фотографии с бассейном, которые мы видели. Пололимпийский бассейн наполняется морской водой. Вот с этой стороны. Большой бассейн с дельфинами. У нас наполняется пресной водой. Это анимационный бассейн у нас, где проходит дневная развлекательная анимация на воде. Это бассейн, про который я рассказывала, который расположен в более тихой, спокойной зоне, в клубной части. Вот здесь у нас расположен ботаник бар. Видите, прямо тоже такая красивая зона. Здесь тоже есть детская зона отдельная. Всего у нас три спа-центра. Во всех спа-центрах у нас бассейны наполняются морской водой и они подогреваются. В данный период, да, так как погода еще не очень жаркая, море не прогрелось, данные крытые бассейны тоже у нас сейчас подогреваются. Хочу рассказать про Таласа-центр, реабилитационный Таласа-центр, который открыт у нас в отеле в одном из спа-центров на основе клиники Медворд. Может быть, кто-то про нее уже слышал. Медворд много лет работает в отеле Рикс Даунтаун, но там больше эстетику проводят, пересадку волос и делают зубы. В нашем отеле в ноябре прошлого года открылся именно Таласа-центр, то есть гости, которые хотят похудеть, пройти оздоровительные программы, сделать чекап организма. Может быть, да, после операции необходим какой-то реабилитационный период, то это есть в нашем отеле. Можно купить сразу программу-пакет на сайте клиники Медворд, либо, непосредственно, приехав на отдых, подойти на ресепшн в Таласа-центр и выбрать программу, которая подходит гостю. Есть мини-лаборатории на территории отеля в Таласа-центре, соответственно, где можно сдать анализы. И, да, не нужно ждать там несколько дней, не нужно их отвозить в больницу, ждать результатов. Буквально через пару часов результаты будут готовы, и уже после консультации с доктором гость может выбрать какую-то программу, которая ему подойдет. Если гости, которые отдыхают у нас, хотят сделать себе зубы, сделать какую-то эстетику, сделать трансплантацию, пересадку волос, то это тоже возможно. На ресепшн обратятся, и тогда уже клиника организовывает трансфер для гостей и ввозит в больницу в Анталию на процедуры. Тоже имейте, пожалуйста, в виду, что вот такой интересный вариант Таласа-центра у нас тоже есть. Обычный спа-центр также есть, где можно сделать привычные массажи и какие-то процедуры по уходу за лицом и за телом. Отдельно он также есть. Прайс-клиники на сайте. Кому интересно, пожалуйста, напишите мне, я вам дам ссылочку, где можно все посмотреть. Спа-бассейн и хамамы можно посещать бесплатно. Сейчас уже ковидные ограничения все меньше и меньше, поэтому не нужно никакой записи определенного времени. Гости просто в рабочее время хамам и сауны приходят и посещают. Концепция питания. Ультра все включено. 24 часа у нас уже работает. Концепция напитков. Расширенная. Включена в себя импортные алкогольные напитки, включая бренды различные импортные. Если кто-то раньше к нам уже отправлял туристов, может быть, кто-то сталкивался с таким моментом, что гости жаловались, что импортные напитки, такие, например, как чива с 12-летней, мы подавали только в нашем главном баре, в лобби-баре, да, который работает 2-4 часа. С прошлого года у нас концепция немножко поменялась, в этом году тоже. Теперь весь спектр, список напитков, которые есть в летней концепции, они представлены во всех барах, где подается крепкий алкоголь. Соответственно, поэтому, если гости отдыхают где-то на пляже, им захотелось выпить именно через 12 лет, не нужно, как раньше, идти в лобби-бар, они могут взять любимый напиток в одном из ближайших баров. Также новинка у нас этого сезона, что один из наших снэк-ресторанов, пол-снэк-ресторан, будет работать в ночное время. Он будет работать, как обычно, снэк-бар с 12 до 4, потом снэк-бар будет работать с 17.30 до 9 вечера, да, как основной ресторан на ужин, но здесь будут подавать блюда местной национальной турецкой кухни, то есть кебаб, мясо, лаваши, пиде. Те, кто хочет попробовать, либо любит турецкую кухню, да, на ужин могут посещать этот снэк-ресторан. И также с 12 ночи до 7 утра ресторан будет работать по меню. Для тех гостей, кто будет возвращаться голодно после дискотеки, те, кто приезжает поздно с экскурсией, либо наоборот, рано выезжает и хотел бы полноценно перекусить, да, можно вот в этом теперь нашем снэк-ресторане практически 2-4 часа будет покушать. Также у нас открывается бар, ну, то есть бар он уже был, но в этом году меняется концепция бара. Кофе Ти Хаус – это различные чаи, да, травяные, фруктовые, различные сборы для тех, кто любит именно чаи, а не кофе. Это тоже будет такой вариант. И также у нас сейчас проходят переговоры со Старбаксом и с Шилером, с одним из брендов мы будем работать, и этот бренд будет представлен как раз-таки в этом кофе Ти Хаусе. Алякард-рестораны. Напомню, что они прошли реновацию в этом году. Три Алякард-рестораны у нас турецкий, рыбный и средиземноморский. Все Алякард-рестораны за дополнительную плату. Средиземноморский и турецкий Алякард-рестораны стоят по 12 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно. Рыбный Алякард-ресторан за дополнительную плату 15 евро с человека. Имейте, пожалуйста, в виду, бесплатное посещение лекарств ресторана у нас не представлено. Детская концепция. Да, я думаю, что в основном, наверное, все-таки кто отправляет своих туристов в наш отель, это все-таки семьи с детьми. Ведь действительно, когда-то Pine Beach Black, теперь Pine Beach Black уже зарекомендовал себя как достойный семейный отель, где детская сильная концепция, где действительно любят заниматься с детьми, удивляют им большое время внимания, благодаря чему дети стремятся в мини-клуб. То есть родители привели их в первый день и практически забрали в последний день. Это действительно очень важно, когда ребенку интересно в мини-клубе, когда он проводит весь день. Мини-клуб у нас работает с 10 утра до 6 вечера без перерыва. То есть можно оставить ребеночка с 4-летнего возраста на полный день в мини-клубе и при этом посвятить драгоценное время отдыха себе, родителям, бабушкам, дедушкам. Что же включено в нашу детскую концепцию? Это же, конечно, наличие аквапарка. 8 горок у нас представлено, детские и взрослые горки. Здесь же на территории аквапарка у нас расположен мини-клуб. Мини-клуб работает для детей от 0 до 17 лет. Есть у нас отдельная зона Baby Club, которая работает для детей от 0 до 4 лет. Детей с 2-летнего возраста можно уже оставлять бесплатно с аниматорами. Baby Club начинает работу с 1 мая, когда уже больше загрузка в отеле и приезжает больше персонала. Если малыш до 2 лет, то можно переходить с родителями, играть в игрушки, есть комната для сна, комната для отдыха, кухонный уголок. То есть можно просто провести время где-то с малышом. Либо если ребенок контактный, может оставаться с чужими людьми, с аниматорами, то с 2-летнего возраста можно уже его оставлять на несколько часов в мини-клубе бесплатно. Большое количество детских площадок. Есть большая площадка на территории мини-клуба. Есть веревочный городок. Также большая детская площадка, которая расположена на пляже. Естественно, в летний жаркий период все детские площадки накрываются тентами. Также еще есть одна детская площадка около бассейнов. Напомню, что школа футбола у нас работает бесплатно уже много лет для детей от 6 лет. Уроки плавания за дополнительную плату. Один из важных моментов, да, это питание детей на отдыхе. Я думаю, многие мамочки, бабушки следят за питанием детей. И не все готовы в течение отдыха кормить ребенка пиццей, гамбургерами и различными хот-догами. У нас есть отдельный большой детский ресторан, для которого работают наши повара славянские. Это домашняя кухня. Здесь вот, может быть, на фотографии не очень понятно, но на самом деле буфет, он маленький. То есть, если будет взрослый накладывать буфет, ему нужно будет наклоняться. А если ребеночек, то он сам может накладывать. Кстати, уже сняли ограничения на закрытый буфет в ресторанах, поэтому гости и дети сейчас сами могут накладывать себе блюда. Уже открытый буфет у нас. Также у нас работает концепция Kids Chef. Что это такое? Наш повар детский общается с детьми, проводит мастер-классы различные по приготовлению печенья, либо пиццы, общается с родителями, спрашивает их пожелания. Какие-то блюда, может быть, бы они хотели видеть. Если дети аллергики, да, бывает, которые практически ничего не могут есть, то, что представлено на буфете, то также с такими детьми, с родителями индивидуально обсуждается меню, и можем готовить индивидуально для таких детей бесплатно. Если есть проблемы с питанием у взрослых, тоже очень аллергичные, если какие-то и нужно специальное меню индивидуальное, то мы идем навстречу детям и взрослым, конечно, любого возраста нашим гостям и готовим для таких гостей индивидуально. Никто в нашем отеле не останется голодным. Всем что-то приготовим, найдем, поэтому за это пусть не переживают гости и всегда найдем подход. Несколько видов блюд на фотографии, которые подаются в детском буфете, домашние супчики, бульоны, гречка, котлетки, тефти или блинчики, запеканки, сырники, пирожки. То есть, в принципе, наверное, все то, что мы сами дома готовим детям, домашнюю еду, все то же самое можно встретить в детском буфете. Те гости, которые отдыхают у нас больше недели, 10, 12, 14 ночей, либо больше, часто можно встретить в детском буфете. Очень много взрослых также кушают в детском буфете, потому что действительно иногда уже хочется дать просто домашнего супчика, котлеток и пюре, а не различных изысканных блюд. Что касается детского питания, детское баночное питание у нас бесплатно. В детском ресторане пакетированные соки, йогурт и молоко также предоставляются бесплатно. Различные микроволновки, подогреватели бутылочек, стерилизаторы, блендеры, если мама что-то хочет приготовить сама из продуктов, то это тоже все есть. С собой вести не обязательно. Также по поводу детской концепции, если нужна коляска, допустим, коляска-трость, вести с собой не обязательно, ресепшн, и можно ее получить под залог 50 евро. Если коляска возвращается в нормальном рабочем состоянии, то, конечно же, деньги возвращаются, залог возвращается. Если нужна детская кроватка, детская, не знаю, там, баночка, сиденье-анитаз, подставка под раковину, то это тоже все предоставляется в номер по запросу бесплатно гостям. Анимационная программа активная не только для детей, но и для взрослых в том числе. У нас большие развлекательные программы, очень насильная тоже спортивная программа. Есть отдельный тренер по кроссфиту, отдельный тренер по йоге, можно заниматься зумба, спиннинг в бассейне, когда велосипед крутишь в бассейне. То есть программ различных, очень много дневных, спортивных, развлекательных. Анимационная программа у нас ненавязчивая. Если объявляется время, место проведения какого-то мероприятия, никто вдоль бассейна из аниматоров ходить и тащить за руки гостей не будет, все, кто желает, могут участвовать. То есть такая ненавязчивая анимационная программа, но очень интересная и активная. Вечерняя анимационная программа проходит на сцене. После окончания мини-диска начинается шоу-программа. Во время шоу-программы взрослые для того, чтобы взрослые смогли насладиться программой, у нас действительно приезжают интересные шоу, акробаты, различные цирковые, а также актеры, актрисы, коллективы. Вообще программа рассчитана на 14 дней, то есть в течение 14 дней каждый вечер гости видят новые шоу. Все шоу-программы привозные, наши аниматоры работают только в течение дня, поэтому действительно очень интересное шоу. Для того, чтобы родители смогли насладиться вечерней шоу-программой, аниматоры детские после мини-диска собирают детей опять в одно место, либо включают мультики, либо приезжают клоу, надувные батуты. То есть чем-то в течение часа еще занимают детей, чтобы взрослые смогли насладиться вечерней программой. Ну а же потом начинается диско. Дискотека у нас расположена на пляже. На фотографии сейчас еще старый интерьер. Дискотека у нас тоже прошла реновацию, поэтому также будет новая фотография. Дискотека пока разрешена до 12 часов, но я думаю, к началу сезона, и это ковидное ограничение уже уйдет, и тогда дискотека будет до двух часов. На вопросики сейчас позже отвечу, закончу презентацию. Буквально два слова хотела сказать про наш второй отель. Я думаю, что мало кто знает, что у нас два отеля. Один Пайн Бич расположен на Антальском побережье, и второй наш отель это Палан Отель, который расположен на курорте Паландакен в городе Эрзуру. Это горнолыжный курорт, наш отель 4-звездочный, работает на завтраках, на полупансионе, фулбор, либо на все включено. Есть разные варианты размещения. Может быть, кто-то не знает, да, в городе Эрзуру, Паландакене, из всех горнолыжных курортов страны Турции, снег держится дольше всего. Где-то в ноябре он уже выпадывает, и снег держится до конца марта, до начала апреля. Там зимний сезон, и можно кататься. Очень тоже красивое место. Мы туда ездили. Много про него не рассказано. Если у кого-то есть любители горнолыжного катания в Турции, то тоже, пожалуйста, пишите. Буду рада ответить на какие-то ваши вопросы и помочь вам. Моя, скажем так, визитная карточка, мой телефон мобильный, WhatsApp, наш телеграм-канал и моя почта. Пожалуйста, если будут у кого-то какие-то вопросы, обращайтесь, пишите. Если у вас срочный вопрос, я не знаю, перед вами сидят туристы, и вы не можете разобраться в типах номеров, то, пожалуйста, звоните. Не нужно писать письмо на почту, потому что не всегда есть возможность ответить оперативно. Если же наоборот, если у вас какой-то вопрос, либо пожелание гостей расселить поближе на заявку в октябре, не надо звонить. Напишите, пожалуйста, на почту, я вам отвечу до октября. Точно. Ну, это такое упущение. А сейчас я прокручиваю ленту и отвечу на ваши вопросы. Легкость, свежесть появилась. Я думаю, это комментарий касательно нашей реновации. Действительно, ну, какой-то глобальной реновации не было. То есть мы не сносили здания, колонны, не перестраивали. Это был именно косметический ремонт, замена декораций и мебели. Вроде бы ничего существенного. Действительно, мы ждем с нетерпением на фотографии, чтобы уже поделиться с вами. Сколько воды на номер положено, я уже отвечала. В любом случае, если не хватает, можно просить дополнительно ставить воду, либо же просто самим взять бай и привезти в номер, поставить мини-бар. Так, номеров без ковролина нет, напомню, да, но все ковровое покрытие у нас антиаллергенное. Самое близкое размещение до моря – это сколько метров? Наверное, метров 300, наверное, 200-300 метров получается. Напомню, что лучше бронировать тогда основной корпус, если в данный момент для гостей важен. Павильонка, как беседочка, для детей ездят по услуге, коляски, детские велосипеды, ручки. Коляски под залог 50 евро, как я вам уже говорила, мы предоставляем велосипеды на прокат у нас есть. Детских велосипедов, либо самокатов детских, к сожалению, нет. Насколько я знаю, есть в Белеке аренда таких вещей. Для Белека у нас 3 километра, наверное, минут 40 пешком можно пройтись. Автобус ходит минут 5 прямо напротив входа отеля, автобусная остановка. И летом где-то каждые 20 минут ходит до мужа, поэтому если что, можно тоже доехать. Может быть, оттуда взять, кто не хочет, самой везти. Бассейн для взрослых или есть детская зона? Есть бассейны, где внутри бассейна отдельная зона, но в основном это именно рядом со взрослым бассейном отдельный детский бассейн. На майские праздники будет подогрев бассейна. Как я уже говорила, мы планируем в ближайшее время, потому что потихоньку-потихоньку загрузка в отеле растет. Может быть, к середине апреля, числа к 15-му. Как будет точная дата информации, я сообщу на нашем телеграм-канале. Либо если у вас есть гости, туристы, которым этот момент очень важен, можете мне лично также написать. Я вам отвечу уже более подробно. Посмотреть прайс клиники можно на сайте клиники, если просто вы зайдете в Мэтт Ворлд Анталия, можно найти. Либо я тоже вам могу скинуть ссылочку. Вы знаете, у нас сейчас в отеле есть гости с Эстонии, с Польши, с Румынии, с Германии, с Испании даже есть гости. Внутренний рынок Турции есть, казахи, узбеки, русские, Украина, белорусов. То есть сейчас очень интернационально заполнен отель. Не знаю, как будут дальше развиваться события. Конечно, мы ждем всех гостей. Европа будет, но сейчас идут резервации на ближайшие даты. Резервации с глубиной продаж приходят мало. Даже Европа, хотя там вроде бы ничего не происходит, но они немножко опасаются, смотрят и все-таки, может быть, немножко ждут с бронированием. В основном заявки приходят на ближайшие даты, на неделю, на две. Но все же мы, несмотря ни на что, мы столько пережили сложных сезонов, что надеемся, что и этот сезон все-таки все разрешится. Потихоньку все полетят и много гостей, все, кто хотят приехать, все-таки смогут доехать до нас. Есть ли Japanese Match Green Tea? Я уточню. Вы можете мне написать лично, и я уточню, есть ли данный чай в списке чьев, которые будут представлены в нашем Coffee Tea House. Игровая анимационная на русском языке. Есть русскоговорящие аниматоры, англоговорящие, туркоговорящие, немецкоговорящие. То есть аниматоры у нас говорят на разных языках мира. Программы для подростков также есть. Есть отдельный Teenage Club с 14 до 17 лет. В основном это либо игры PlayStation, либо отдельные аниматоры выделяются. И с ребятами уже играют в футбол, стреляют в лук, либо какие-то спортивные программы, либо свои какие-то интересные занятия проводят. Есть отдельные аниматоры, которые занимаются только тинейджеры. Нет, с Украины сейчас заявок у нас нет, не идут новых броней. Какие-то единичные приезжают, которые вот на ближайшие даты. Либо, может быть, те, кто не смог уехать, либо просто у кого есть возможность сейчас переждать все. Здесь, в отелях, на ближайшие даты, потому что глубины продаж нет. Подскажите, пожалуйста, у кого-то есть ли еще вопросы? Я надеюсь, что не пропустила какой-то вопрос. Если вдруг что-то пропустила, извините, напишите, пожалуйста, мне на WhatsApp, либо на почту. Я с удовольствием отвечу. Держала вас целых 45 минут. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что присоединились, что нашли время. Номера для аллергиков. Отдельных номеров нет. Но, как я уже сказала, что во всех номерах у нас ковровое покрытие антиаллергенное, если аллергия на ковры. Если на что-то другое, не знаю, к сожалению, что может быть, то пишите, может быть, лично, и обсудим более детально этот вопрос. Спасибо большое, коллеги, партнеры, друзья. Пишите, звоните. Несмотря ни на что, мы верим лучше, верим в сезон, потому что отелю без гостей очень грустно.